Сегодня стартует ближневосточное турне Сидиньпина. Председатель КНР посещает Саудовскую Аравию, Египет и Иран на фоне беспрецедентной напряженности в регионе. Это также его первая поездка на Ближний Восток с момента вступления в должность в 2013 году. Первой остановкой китайского лидера станет Риад. Саудовские газеты пестрят заголовками о визите Сидиньпина. От его встречи с новым королем Салманом ждут прорыва в развитии двусторонних связей. Стороны обсудят реализацию инициативы «Один пояс, один путь» – сотрудничество в космических технологиях, атомной и альтернативной энергетике. Ожидается подписание ряда соглашений. Саудовская Аравия – крупнейший торговый партнер Китая на Ближнем Востоке. В свою очередь для Риада Пекин второй в списке торговых партнеров. Объем двусторонней торговли в 2014 году составил почти 70 миллиардов долларов. Саудовская Аравия находится на стыке экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути. Саудовская Аравия – одно из государств-основателей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Я считаю, что объединив один пояс и один путь, наши страны смогут создать еще более крепкие, тесные и долгосрочные отношения, которые будут полезны в решении международных и региональных вопросов. Ближневосточные турне китайского лидера начинаются на фоне беспрецедентной напряженности в регионе. Си Диньпин – первый глава государства, посещающий и Риад и Тегеран после казни шиитского проповедника Аль-Нимра в Саудовской Аравии и ответного погрома Саудовского посольства в Иране. Сложившуюся ситуацию называют не иначе, как Ближневосточной холодной войной. Две сильнейшие державы региона соперничают уже давно – Саудовская Аравия, Суницкая монархия с близкими связями с Западом, в то время как Иран – шиитская исламская республика, основанная в результате антизападной революции. Визит председателя КНР был запланирован еще до эскалации напряженности и не связан с ней, но эксперты считают, что у Китая хорошие шансы на роль посредника в этом конфликте. У ведущих мировых держав, таких как США и Россия, есть негативные моменты в истории их ближневосточной политики, включая военные вторжения и прямое участие в конфликтах. Китай никогда не делал этого и не собирается делать в будущем. Мы думаем, что с политической точки зрения визит Зиньпина очень важен. Как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай вносит серьезный вклад в снижение напряженности на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить его работу по разрешению сирийского кризиса. Главная цель турне китайского лидера, однако, укрепление экономического сотрудничества. И, по мнению экспертов, момент для этого выбран удачный. Близневосточные экономики сейчас под давлением низких цен на нефть. Участие в инициативе «Один пояс, один путь» для них – шанс расширить несырьевое сотрудничество и источники доходов.